Всем привет, ребят, с вами Акаги, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, и как всегда, в необычный. А необычное те, что мы сегодня с вами продолжаем играть на скайблоке с одним миллионом модов, и, как вы видите, по опыту у меня очень много всего приключилось. Я потратил ему своего времени для того, чтобы добыть очень много сердц пигличей, и так что мы с вами в дальнейшем сможем, если что, их использовать для создания новых слитков, а мне нужно сделать сейчас очень много вот этих малышек. 28 умножаем на 9, получается нам надо... Ё-моё, я даже считать не хочу. То есть 252 сердца пиглича нам всё равно с вами придётся добыть, но пока что я не столько добыл. Надо будет думать, как это всё сделать, но сегодня мы с вами займёмся кое-чем другим. Я хочу сделать ферму опыта в Майнкрафте, и дело в том, что мы с вами можем с различных мобов добывать полезные ресурсы, например, опыт или же тот же самый дроп. Например, с курицей или с коровой, наоборот, я показал на корову, сказал курица, показал на курицу, сказал коровы, мы можем с вами получать различный дроп. И также абсолютно со всеми мобами, и поэтому мы с вами сделаем автоматическую ферму. Но есть одно но. Нам нужно будет где-то всё это с вами сделать, и скорее всего мы с вами тогда поступим таким образом. Копаем вниз, ну, пока что не вскопали. Ну и, собственно говоря, вот здесь мы с вами всё сделаем. И, кстати, тут есть бедрок, который вообще никак не убрать. Кстати, с бедроком есть один прикол, я не знаю, здесь он будет работать или нет на этой сборке, но давайте сейчас покажу. Если мы с вами сейчас возьмём огнево, а огневого у меня нет, ладно, зато огненный заряд есть. Если мы с вами подожжём бедрок, то, возможно, нам что-нибудь дастся. Возможно, но это не точно. Так как я сделал очень много камня, вы наверняка уже догадались, что мы с вами будем делать уже и подземную базу. И это очень полезная фигня, поэтому мы с вами сразу же начнём это всё делать. Но для начала я хочу сделать хотя бы, ну, более-менее красивые кирпичи какие-то. Но это даже не то, что кирпичи, это просто будет что-то прикольное. О, кацтанку. О, вот это мне нравится, это мы с вами и будем делать. Фух, этого хватит. Значит, для начала мы с вами должны сделать примерное обозначение, где у нас с вами что будет находиться. Будем поступать по-умному и отмерим нужное количество. Я не знаю, сколько всего там блоков нам потребуется с вами для создания всего, но попробуем на глаз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И, собственно, тринадцать. Значит, вот здесь у нас с вами всё будет. Так, очень тяжело, когда ты всё время падаешь. А, вот так можем? Во, всё, с парением намного лучше. Во, такой глубины нам, в принципе, хватит. Теперь нужно точно так же отмерить тринадцать здесь. Раз, два. В принципе, вроде как получилось сделать ровную коробку, а осталось только всё это дело заполнить. Правда, у меня такое ощущение, будто мне не хватит материала. М-да, походу, придётся ещё делать. В принципе, всё готово. Я тут специально осветил, чтобы не появлялись всякие летучие мышь, но они всё равно появляются. Где-то я что-то пропустил. Сюда, сюда, сюда. Вообще полностью осветим, чтобы реально никто не спавнился. Летучая мышь, иди-ка сюда, я тебя уничтожу. А, не попаду. Ферму мы с вами будем делать здесь, и для этого всего нам потребуется с вами всего лишь... Дёрн, да? Нам нужно с вами выкопать территорию где-то от три на семь, насколько я помню. Ну и здесь точно так же нужно будет... Ах, не то я выкопал. Теперь заполняем здесь всё дёрном. Ну и всё готово. Всё, что нам дальше с вами потребуется сделать, это всего лишь... Ну, хотя бы лифт сейчас нужно сделать. Я как раз таки всё подготовил для этого. Дело в том, что мы с вами можем, оказывается, в этой сборке сделать лифт. И делается он довольно-таки легко. Вот, всё, белый лифт готов. А, девять штук, что? А... А-а-а, я всё потратил. Просто располагаем таким образом, и всё. Мы с вами можем теперь спокойно сюда спускаться. А также... Подниматься. Мы его на всякий случай отложим, потому что вдруг пригодится ещё. Следующее, что нам с вами потребуется, это затонированное стекло. И потребуется нам его много. Много. Затонированное стекло поможет нам сделать так, чтобы мобы были доброжелательными, так скажем. В принципе, вся основа уже у нас с вами готова. Но дело в том, что нам с вами ещё кое-что потребуется сделать. В этой сборке модов как раз таки есть мод, который позволяет нам с вами работать с различными мобофермами. И вот как это всё выглядит. Вот эти семена, или как это всё может называться ещё, позволяют нам выбрать два типа мобов. Либо добрые, либо плохие. Это, соответственно, плохие. И это, соответственно, хорошие. И всё, что нам с вами для этого потребуется, это всего лишь кости, паучий глаз. И нам не хватает всего лишь одного. Fluid XP Bucket. А вот это очень, очень странная фигня. По сути, это контейнер, который позволит хранить наш заработанный опыт. И нам сейчас с вами потребуется всего лишь, ну, наверное, две штучки даже сделать. Хотя хватит и одной, наверное. Готово. Отлично. И никакого задания мы даже сейчас не выполнили. Обидно. Спускаемся вниз и расположим мы с вами всё вот здесь, наверное. Да. И вы смотрите, у нас сейчас с вами забирают просто весь наш опыт. Нам с вами сейчас потребуется всего восемь ведер. Поэтому, как только у нас с вами будет заполнено на восемь бэ. Почему бэ, я не знаю. А, это, скорее всего, бакет, естественно. Тогда мы с вами начнём всё уже делать. Готово, да? Да, готово. Теперь осталось только ведра забрать. Теперь же нам остаётся для начала выбрать, кого же мы всё-таки сделаем. Каких-то враждебных мобов или всё-таки положительных? Давайте начнём, наверное, с положительных. Но мне для этого не хватает картошки, а также свеклы. Так, с собой можно поторговаться. Картошка. Хм, придётся изумруды всё-таки взять. Я уже думал, он бесплатно мне отдаст. И свекла. Ага. Свеклы у меня нет, но есть семена. Окей, походу нам сейчас придётся ещё и выращивать что-то. Вырастай, вырастай. Спасибо. Ну и всё готово. Отлично. Теперь нам нужно с вами ещё ведра набрать. Потому что я сразу хочу сделать ещё из лобных. А что здесь надо? О, у меня, кстати, всё есть. Но что же нам делать с этими семенами и как ими пользоваться? Дело в том, что мы можем с вами подойти просто к любой курице. А ты не курица, сто процентов. И можем просто дать тебе семена. Забавно. Зато нам дали с вами золотое яйцо. Создаёт зону пять на пять, где у нас будут с вами расти всё-таки хорошие мобы. А теперь даём злобные семена. О, вот это были страшные крики уже. Два яйца у нас с вами есть, но пока что мы с вами ими даже пользоваться не будем. Потому что у нас с вами ещё ничего не готово. Нам ещё нужно с вами сделать мобфан, который нам пригодится ещё. Кстати, нам пригодится ещё бул... булыжник. А, надо ещё приготовить. Мобфан это по сути вентилятор, который как раз и позволит нам с этим всем работать. Также нам потребуется мобмешер. Это устройство, которое будет уничтожать всех мобов. И, походу, нужно железные мечи. А железа у меня нету. Железо. Сразу побольше заготовлю, чтобы потом не было никаких вопросов ко мне. Ещё и палок не хватает. Да вы издеваетесь? Вроде всё, да? Да, всё. Нам нужно всего две штучки. Всё готово у нас. Ну и, кажется, у меня уже всё переплавилось здесь. А, куда? Э! И куда я это всё засунул? А, вот сюда. Всего вот этих вентиляторов нам потребуется раз, два, три, четыре. А также нам нужен рычаг. Рычага у меня нету. Рычага тоже четыре. Заодно прикупим улучшение для наших фенов. Нам всего потребуется с вами вот такое количество. И именно такие. Также редстоуновые блоки. И, по сути, всё. У нас с вами всё готово. Давайте я покажу, как это у нас с вами всё будет выглядеть. Мы берём и ставим наши фены именно в этих местах. Один здесь и один здесь. Теперь мы можем с вами посмотреть, какую зону всё-таки будет обдувать наш вентилятор. Но, если мы сейчас с вами добавим раз улучшение и два улучшения, то эта зона увеличится. И получится всего вот так вот. Это очень хорошо. Это то, что нам с вами нужно. Здесь мы делаем с вами то же самое. Всё, готово. Можно пока выключить зону показа. Теперь в этих местах мы с вами ставим редстоуновые блоки. Это чтобы наши мешеры наконец-то активировались. Опа. Всё, работает. Теперь мобы, которые будут сюда попадать, они будут автоматически получать очень много урона. И эти фены я сделал специально, потому что, если вы ещё раз посмотрите по зоне влияния. Вы посмотрите. А, а. Тихо. Не надо. У меня самого толкает уже в неправильное место. В общем, все мобы, которые вот здесь окажутся, они поплывут сюда. Этот вентилятор их затолкает сюда. И они будут получать урон. Всё. В принципе, всё логично. Хорошо то, что это никоим образом не нужно запитывать. То есть не нужно проводить электричество и так далее. Но у меня такое ощущение, что я что-то забыл. И кажется, я вспомнил, что именно. Нам нужен с вами Absorption Hopper. Если что, это вакуум, который позволяет нам забирать все экспириенсы. А также предметы, которые попадают в зону его влияния. И тут всего лишь вот этого не хватает. Эээ, всё. Готово. Это вроде как маленький блок, но в руке он у меня выглядит прям здоровым-здоровым. Значит, мы ставим его сюда. И смотрите. Тут мы можем с вами уже выставить, что куда будет отправляться. Он будет поглощать дроп и будет поглощать опыт. И опыт он должен у нас с вами перенаправлять на норт. Значит, норт мы с вами ставим флюид. Оп, это является жидкостью. А сюда мы будем с вами направлять уже все предметы. Это у нас ист-ист. Это айтем. Всё, по сути, всё готово. Но также нам сейчас нужно с вами создать кое-что. Дело в том, что я сейчас выполняю все квесты, которые здесь есть. И следующее, что я хотел бы выполнить, это Basic Storage. Потому что, в принципе, тут всё очень-очень просто. И тут даже есть алхимический сундук, который позволяет очень много предметов хранить. Для этого опять нужно делать сундук. Я не хочу делать сундук, но я его сделал уже. Фест завершён, и мы с вами получили 10 опыта. Почему так мало, я не знаю. Отправляемся сюда. И как у нас с вами... Здесь очень много места. Окей, это очень хорошо. Ну и давайте делать самое основное. Так как здесь у нас с вами освещения вообще нету. А здесь у нас с вами оно уже приготовлено. То здесь будут у нас с вами только положительные мобы. Значит, мы включаем вентиляторы. Активируем золотое яйцо. И всё, можем закрывать. Мобы уже начали появляться, это отлично. Здесь тоже мы с вами всё активируем. Заражённое яйцо, либо гнилое яйцо. Ставим. И так же быстренько закрываем. И давайте посмотрим, будет появляться кто-нибудь или нет. О, появилась ведьма. Отлично, она уже получает урон. И сколько у нас здесь всего опыта? 480. Запоминаем это. 520, 560. Это всё отлично работает. Дроп также уже посыпался. Сгусток небесной слизи даже есть. Всё, наша бесконечная ферма опыта готова. Скорее всего, наша бочка вот эта, она скоро заполнится. Точнее, это даже не бочка, это сосуд. Так что нужно придумать, как это можно ещё использовать. Я посмотрел, и оказывается, есть кое-что намного лучше. Есть, оказывается, контейнер, который называется... А где он вообще? Джамбо-тэнк. Который вмещает аж 1024 ведра. Вы просто представляете, насколько это много? И знаете что? Я, наверное, прямо сейчас это сделаю. Нам нужно всего с вами 4 штучки. Да создай всё, пожалуйста. Да, не хватает железа. Во, теперь хватает. Пойдёмте лучше заменим тогда. Ну да, тут будет намного-намного больше опыта. Только как его доставать, ещё не понял. Сандермен, что-нибудь выпадет? Да, фрагменты жемчуга края. Ну, окей, окей. А всё остальное место мы ещё подумаем, как мы будем с вами использовать. Может, тогда наполнить всё? Почему бы нет? Я немножко постоял, подождал и... Ё-моё, как-то туда забрался. Может, не стоит, а? И не понравится, если я зайду. Всё надо решать самому. Такс, ну, в принципе, я постоял, посмотрел и... По сути, да, в принципе, нормально. Даже вещей нам попадало. Даже сгустки слизи, отлично. А наполнился наш резервуар на 28 ведер. Неплохо, пойдёт. Ну и, как я уже сказал, мы с вами попробуем сегодня завершить basic storage. И, по сути, тут не так уж и много нам осталось. Первое, что мы, наверное, с вами сделаем, это коллектор апгрейд. А также пуллер апгрейд. Ну, это самое простое. Коллектор апгрейд. А, вот чего мне не хватает. Как же я обожаю это. Хорошо, доски у нас с вами есть же? Конечно, есть. Делаем сундуки. Ещё одну воронку. И опять доски. Опа, готово. И, по сути, да, улучшение у нас с вами готово. Опять воронка. Опять ещё сундуки. Готово. Что нам ещё остаётся? Compacting drawer. Это, типа, компактный. Но это не компактный. Ну, ладно. И нам много чего не хватает. В основном камня причём. Камень у меня вообще где-нибудь остался. Да, здесь благо остался. А знаете что? Я на всякий случай побольше сейчас возьму. Потому что, ну, его нафиг, как говорится. Сейчас я что-нибудь не возьму. И мне будет этого не хватать. И вы не поверите. Опять нужно использовать сундуки. Эх, спасибо. Ум, задание выполнено. Дальше у нас идёт эндер-дроуэр. Тут уже нам нужны доски. Два дроуэра. Это получается, опять сундуки используем. Также нужен эндер-сундук. И опять чего-то мне не хватает. Да вы издеваетесь. Готово. Дальше мы с вами сделаем квантовый телепорт. И вот он выглядит уже как-то более жёстко. Очищенный слиток обсидианы. И, кстати, это всё у меня практически есть. Ну-ка, я даже сейчас хочу проверить. Квантовый. Ага. Не хватает только атомного сплава, который делается с помощью металлургического наполнителя. Значит, наполненный сплав нужен. И, значит, что-то связанное с алмазами. Так, это и сплав. Так, чтобы не перепутать. Так, вот так. Отлично работает. Наверное, зря я все алмазы сразу потратил, конечно. Ну, какая разница. И ядро телепортации делается с помощью также атомного сплава. И теперь нам нужен обогащённый обсидиан. Обсидиан? Или, в принципе, пыль очищенного обсидиана. Тоже пойдёт. Так, укреплённый сплав пока что забираем. Смотрим, что-нибудь можем создать сейчас. А, в принципе, нет. Кстати, нам очень много атомного сплава надо. Ё-моё. Вот этого вот я не рассчитал. Этого я не рассчитал. В принципе, давайте, наверное, сразу тогда сделаем ядро телепортации. Так, одна есть уже. Два атомных сплава и совершенную схему управления. А для этого нужна элитная схема управления. У меня есть? А, ну, в принципе, кажется, это. А, нам нужно две такие. Прикольно. Ну и всё, что ли? Я реально всё сделал. То есть мы можем скрафтить? Отлично. И как он вообще работает? И работает ли он? А-а-а-а, я тебя понял. Что ничего, не понял. Дальше у нас с вами идёт эндер-сундук. И это какой-то очень странный эндер-сундук. Я впервые такой вижу. Но я его, кажется, могу сразу сделать. Отлично. Ещё одно задание. И у нас с вами, по сути, здесь остаётся... Ох ты ж, нэзер апгрейд остаётся. Опять много сундуков потребуется. Ё-моё. Ну это я... Ну не хочу. Не хочу, не надо. Почему всё время нужно делать то, что я так уже давно сделал? И вы не поверите. Опять нужно сделать очень много сундуков. Ну ладно, я заранее побольше приготовил. Сундуков не хватает теперь. Знаете, если есть сборка, которая издевается над тобой, то вот она. Это та самая сборка. И остаётся только незрит. А, отлично. Задание выполнено. Шаблон улучшения. Он делается... Ну, в принципе, не так уж тяжело. У меня всё для этого есть. А, нифига себе, как вы захотели. Вот столько надо сделать теперь, да? Вот, вот столько. Не больше, не меньше, не столько же. А вот именно вот столько. Вы просто посмотрите на это. Это издевательство. Это издевательство над человеком. Улучшение загрузка. Как это делается? Понятно. Я вас понял. Я вас понял. А сделаем тогда побольше. Да, почему бы нет? Чё ж, мне делать-то больше нечего. Опять железо. 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 Ещё одно улучшение. Вы просто посмотрите, сколько здесь. Вы просто, блин, посмотрите. Я не знаю, сколько я это буду делать. Не знаю. Я вам сейчас скажу об этом. Ну, окей, я не думал, что это займет так уж мало времени Это заняло всего лишь 8 минут Но я практически все сделал, но осталась одна вещь, которую я не сделал Это улучшение вечности И это потому, что ее нужно делать с помощью кристаллов энда, а также звезд Незера Это не то, что я хотел бы сейчас сделать Но, кстати, я забыл то, что вот это еще есть улучшение плавильни Ну ладно, сейчас сделаем Да, а так все готово уже Ух, ё-моё, сколько нам вещей-то сейчас дали 34 по 5, это получается 170, плюс 70, получается уже 440 И 640 опытов всего нам дали Спасибо, конечно, но зачем мне это все? Эти все улучшения мы пока что с вами уберем, потому что они мне точно не нужны Единственное, что я сейчас прямо хочу сделать, это следующее задание, которое у нас здесь висит Библиотека зачарований Ну ладно, это в принципе все легко Нам для этого потребуется эндер-сундуки И желательно сразу 4 штучки А у меня сколько их? Ноль Ноль у меня их Ну, сундуки у нас с вами готовы Чародейский стол тоже готов Но нам желательно еще один сделать По сути, не знаю, чего нам не хватает Это infused hell shelf Ээээ, я даже не знаю, как это читается Так или иначе, нам нужна адская книжная полка И для этого нужны нэдерские кирпичи Которых у меня, к сожалению, нету А почему их у меня нету? Я сам не знаю Затуманенное сердце Это нам пригодится, если что Это, конечно, чуть попозже Ну да ладно Заполнено уже на 40 ведер, отлично Ну получается, нам сейчас нужно отправиться тогда в нэдер Нужно добыть эти кирпичи тогда уж Так, ну в принципе, этого хватит Все, ребят, до свидания Свинья, че ты здесь стоишь? Уходи А также нам нужно зелье регенерации Серьезно Значит, нам надо опять мутное зелье сделать А сделаем сразу побольше, наверное, мутных зелий И теперь мне нужна слеза Две штучки Я таким образом еще и выучу все зелеварения Спасибо, конечно, за это Но, честно, не очень хотелось Подожди, мутное зелье Подождите, а мутное зелье как делается? Мутное зелье Я, походу, ошибся Да, эссенция отречения Да, я перепутал Эссенция отречения А как она делается? Эссенция отречения Я несколько раз еще могу это повторить Маринованный паучий глаз Исходный самоцвет Сахар Ведро молока Маринованный паучий глаз у меня есть? Хорошо, как делается маринованный паучий глаз? Коричневый гриб и сахар Ладно, гриб есть Нету, нету Хорошо Нам не нужно все-таки гриб Потому что я бы его, мне кажется, даже не нашел бы От заурядного зелья надо бы как-то избавиться Его можно просто так выпить? Да, можно Спасибо Ну вот Незерский нарост у меня 100% есть Ну как, где он? Незерский нарост Нету? Вы что, издеваетесь? Нет, есть Значит, можно теперь по-нормальному сделать Я сделал уже их наконец-то Поэтому можно наконец-то сделать себе адские книжные полки Раз, два, три, четыре Только есть одно но Мне еще нужны книжные полки А именно Сколько? Раз, два Ну, две получается Раз, два, три, четыре, пять, шесть Теперь эту всю фигню надо каким-то образом зачаровать И что это вообще? Инфьюжн Не знаю, получится или нет Но давайте попробуем Давайте сначала так, наверное, попробуем закинуть Аааа Связывание души здесь только А теперь получится у нас инфьюжн А вот этого не знаю Вот этого не знаю Что для этого надо? Чтобы у нас Этерна было 22,5 А Кванта 30% Ну и плюс нужен лазурит Сразу возьмем побольше Не знаю, как именно это работает, если честно Вообще не представляю Закидываем Закидываем Но у нас не получается Ё-моё Нам нужно, чтобы было 22,5 и 30 Но как нам это сделать вообще? Это по-любому можно как-то улучшить Знаете что? Я разобрался Нам нужны были не книжные полки Ааа Адские книжные полки И тогда нам как раз таки дает все, что нам нужно Мы смогли с вами сделать Надо всего лишь 4 раза так сделать теперь Правда, капец уровней улетает Это просто какая-то жесть А, хотя не, нормально Хм, окей Можно не переживать Здесь, кстати, в деле исцеление начали появляться Неплохо Ну и что, по итогу Теперь мы можем с вами это сделать Отлично Всё, задание выполнено И мы с вами практически завершили ветку Basic Storage Остаётся только одно Нам нужно с вами каким-то образом достать звёзды Незера Нет, мы, конечно, прямо сейчас можем это сделать Кстати, подождите-ка А если мы сейчас посмотрим, как звезду Незера создать? Мы можем с вами создать с помощью осколка звезды Незера Для этого нужны семена звезды Незера Слушайте, а давайте мы сначала с вами всё-таки сделаем это Семена основы процветания Осколки процветания Так, у меня есть осколки процветания? Вроде как были Да, есть Но откуда? Как я их получил? Руда процветания, значит, нужна Ну, окей, давайте прямо сейчас, что ли, с вами тогда отправимся Давайте сразу заодно песок душ возьмём на всякий случай А, у меня нету его А если так? А так есть Выбираем Незер Да и, в принципе, всё Отправляемся Теперь, по сути, остаётся только самое сложное Это призвать визера Хотя, ладно Это нифига не сложно Слушай, я тебе даю время пока что Давай, чудо-юдо Я, если чё, могу летать теперь Ты мне ничего не сделаешь Легко Награда, полученная за выполнение достижения Томстону Чё, мне правильная мышка, чтобы открыть И что мы с вами получили? Чародейская книга на проклятие костей Да и всё Больше у нас с вами ничего нету Делаем, получается, ещё одного визера Расправляться с ними достаточно легко Конечно, выбивать эти черепа визер скелетов Довольно-таки тяжеловато И я больше не хочу этого делать Поэтому мы реально с вами сделаем тогда себе ферму И ещё один И нам хп практически даже не сносит Какой же он лох Извините за оскорбление визера И это что у нас? И сушная душа Шанс выпадения 35% И знакомый камень Сущность нежити Зачарованный свиток ясность Ясно Так, нам всего лишь с вами нужно 4 звезды Незера Так что давайте по-быстренькому расправимся тогда с ним Всё, 4 звезды Незера у нас с вами есть Осталось только ещё кое-что Нужно найти руду процветания И в принципе она должна находиться даже где-то здесь в аду Я надеюсь, я её быстро найду Было бы, конечно, неплохо сделать себе амулетик для того, чтобы это всё искать Ну-ка, руда процветания Про-цве-та-ни-я Как она вообще выглядит? Незерская руда процветания Но... А, то есть должно быть в чём-то красном Ну, значит, это точно не здесь Значит, нам нужно отправиться куда? Правильно В энд Э! Куда поджигаете? О, я нашёл Добудем сразу побольше Ну, в принципе, 41 штучки нам должно хватить Поэтому куда? Правильно Домой Домик И как всё-таки это у нас с вами всё делается? Семена она делается с помощью создания наполнения А также нам с вами потребуется Инсайнивая эссенция Которая делается с помощью чего? По-любому чего-то интересного Наполненный кристалл То есть нам нужен наполненный кристалл А как он делается? Ну-ка, кристалл Окей, наполненный кристалл Неизвестно Такс, окей Значит, нам нужно сделать с вами хотя бы наполняющий кристалл Который мы с вами сможем использовать для того, чтобы сделать себе Прудентивую эссенцию Которая будет у нас с вами использоваться Для чего? Для создания тертиевой эссенции Которая будет у нас с вами использоваться Ну, по-любому будет использоваться Для империевой эссенции Которая будет создавать нам что, где Правильно, супримевую эссенцию Которая будет использоваться опять же Наполненный кристалл мастера, конечно, можно будет сделать Но зачем нам это надо? Для создания империевой эссенции И я посмотрел, нам оказывается нужно, ну, чуть-чуть-чуть-чуть Побольше всего, да Давайте сразу оставим тогда, что нам с вами 100% потребуется Значит, нам нужно будет сделать семена основного процветания Семена процветания Единственное, чего нам не хватает, семян, конечно же Чего еще нам может не хватать? Такс, готово Дальше 4 звезды Незера Ну, для начала, наверное, алтарь наполнения нужно сделать Для этого темная материя еще нужна и красный ковер А я красный ковер могу сделать? Может, у меня вообще есть ковер? Нету И не хватает только темной материи Ну, блин, вот этого ненавижу Нам еще илземодиум ингот надо, ну, ё-моё А у меня есть они остались? Да, они остались, слава богу Теперь нужно от всего этого избавиться Это мне не потребуется Алтарь готов Давайте его расположим также где-нибудь внизу Вот здесь Нам еще парочку вещей нужно сделать И, походу, я не так расположил, да? Ну, да Отдать Во, вот так прям хорошо Даже можно чуть-чуть правее И теперь нам нужно с вами, наконец-то, сделать все остальное А вот с пятисталами все намного интереснее Сколько всего нам их надо с вами сделать? Вроде как 8 штучек, да? М-да, 8 штук А для этого нам потребуется что? Правильно, красная шерсть Вот честно, я не хочу это делать А, естественно, мне придется это делать А мне придется А что еще мне остается? Даже я квест какой-то завершил И расставляем по нужным местам Я перепутал немножечко и не там поставил Ну что, бывает совсем мисклик Все, отлично У нас с вами здесь все готово Но теперь нам нужно с вами взять семена Процветание или основа Также звезда Незера Вот здесь у нас с вами звезды И остальное, это остается эссенцию сделать Ну и, в принципе, да Все, больше нам не потребуется Делаем наполняющий кристалл Где он? Где он? Где он? А-пол-ня-ющий Этого, по сути, нам хватит А может и не хватит Я не знаю, его как можно использовать Все время или не все время И нам нужна теперь еще инфериевая эссенция Ну, возьмем сразу вот столько Делаем на все Окей, 48 получается Дальше у нас идет тортиевая эссенция Тортиевую эссенцию тоже превращаем в империевую И нам не хватает, е-мое Ничего, ждать опять, когда эссенция эта появится И так за ней сбегал уже И супримевая эссенция наконец-то готова Но нам нужно с вами Получается 4, плюс 4, плюс 4 16 таких вот красненьких Это мне еще ждать сколько? Ну, порядка, наверное Ну, я не знаю, сколько мне реально ждать Пока вот это все у нас с вами приготовится Нам несколько стаков таких потребуется А еще же нам основание еще нужно будет делать Это 32 Ох ты ж, е-мое Еще и звезды Незера И сушеную душу надо Так вы понимаете, что мы прямо сейчас должны Просто взять и еще раз отправиться в ад И подобывать немножечко визеров Спасибо Все готово Тут надо активировать с помощью редстоуна И все, дело пошло, дело пошло, отлично Так, готово Забираем Семена звезды Незера готово Семена звезды Незера готово Осталось только одну вещь сделать Ух, я смогу наконец-то все выращивать, отлично Нужно основание звезды Незера И тут у нас все хватает Основание Спасибо Вы не представляете, как я рад Я так долго это делал Чтобы вы понимали, у меня ушло еще 2 часа на это все Такс И такс Ух, а теперь нужно думать Как быстро все это будет готово Ну ладно, давайте подождем парочку минут и посмотрим Может все-таки приготовится все В общем, я немножечко решил переработать всю систему И теперь это, ну, вот так вот работает Я думал то, что костная мука поможет нам немножечко с удобрением Но оказывается нет Есть, оказывается, удобрение Которое, в принципе, легко даже сделать Потому что для этого потребуется всего лишь шлак Который я уже сделал А оказывается, он делается с помощью гравия переплавленного У нас, кстати, его очень много теперь Весь инвентарь забит шлаком каким-то Но я посмотрел, нам, оказывается, еще потребуется кое-что сделать Для удобрения также потребуется селитровая эссенция Либо же салтпетер Который делается с помощью plant oil Для этого нужен алхимический стол А также костная мука и хоть какие-то продукты Наподобие моркови и так далее Но самое интересное, что нам еще потребуется сделать кровавый алтарь И использовать при этом алмазы Хорошо, кровавый алтарь, в принципе, можно сделать спокойно Кому же у нас, кажется, задание было с ним связано Да, железо, спасибо То, что я хотел Но давайте также внизу это сделаем где-нибудь вот здесь Так, и по идее мы сейчас с вами можем просто... Что? Правильно Взять немного алмазов, кинуть туда и все заработает Но я не уверен По-любому что-то еще нужно Мда, походу нам нужно кровушку А кровь, насколько мне известно, можно получить с помощью гнилой плоти Давайте попробуем, я не уверен Идет переплавка и да, кровь у нас с вами появляется Заполняем и... А, нет, а как кровавый алтарь вообще работает? Я глянул и нам это вообще не надо Нам нужен жертвенный кинжал И как он делается? Ну, в принципе, легко Жертвенный кинжал готов А теперь нам придется очень-очень много кушать Становимся к алтарю Нажимаем ПКМ Мы пускаем себе кровь И по итогу что происходит? Ну, вроде нормально кровушки напустили И ничего не происходит Вы серьезно? О, все, получилось Забираем Теперь нам с вами потребуется сделать... Что это? Камень просто Ну ладно, давайте сделаем камень Потому что, ну раз уж задание начали выполнять Надеюсь, много не надо Все, готово, еще одно задание И теперь нам с вами остается только одно Алхимический стол Ага Ну он вообще легкий Нам даже сразу на все хватает Нифига себе Давайте так же внизу тогда поставим Почему бы нет? Так, с каким образом... Вообще, что я хотел сделать? Я уже забыл Точно, я хотел удобрения Значит, нам нужна морковь И костная мука Морковь, походу, нам с вами сейчас придется делать Потому что у меня ее, насколько мне известно Прям очень-очень мало Еще бы знать, где она у меня лежит О, это не убираем Нету, серьезно? А можно у тебя купить морковку? А, можно сразу морковь купить А, ну хотя да, там же нет семян А может тогда здесь? Нет Ну и давайте попробуем это сделать Значит, это сюда Так, так И вот так Так, я точно все правильно делал Ну да, алхимический стол Я разбирался с этой фигней еще, наверное, минут 30 И я понял, как это все-таки работает Мы, оказывается, должны были вот этот Викблот Орб наполнит своей кровью И я не хочу ничего говорить Но, наконец-то, у нас Плэн Тойл появилась И дальше, чтобы сделать нам удобрение Нужно сейчас это все дело переплавить Поэтому берем, переплавляем И у нас с вами получается Солт Петер Дальше нам с вами потребуется только шлак Сейчас, кстати, сделаем Посмотрим все-таки, насколько это эффективно Делать всякое удобрение И туда вот это засовывать Просто объединяем с шлаком И у нас получается удобрение Отлично Только не говорите, что это нельзя будет здесь использовать Хотя можно А почему это удобрение не работает? Ну, кажись, не работает Спасибо, спасибо Это то, чего я хотел Вот реально, без этого было вообще никак Что-то делал, что-то мучился И по итогу ничего не получилось Зато эссенция звезды Незера есть Спасибо И что мы с этим можем сделать? Сколько звезды Незера? Ооо, я так никогда не сделаю Хотя... Да, я ничего не смогу сделать сейчас Можно было бы сделать еще семена Хотя мне надо еще и основание И звезды Незера сделать Мне кажется, это... Ну, у меня надолго Прям на очень долго Ну, чтобы так обидно не было Ну, блин, одной звезды не хватает Я бы уже сделал последнее улучшение И мы с вами завершили бы basic storage Ладно, мы с вами еще подождем Подождем, пока вырастет Я уже успел забыть, для чего я собирал все-таки эти звезды Незера Ну, по-любому для чего-то хорошего Наверное, возможно, не знаю Так или иначе, три осколка есть Выкладываем и получаем звезду Незера Наконец-то мы с вами смогли ее скрафтить А, точно, я вспомнил Нам нужно улучшение вечность сделать Вечность Ух, всего хватает Бам Basic storage завершено Да, правда, наверное, нужно было сначала сделать еще семена Дальше у нас вообще идет ферма какая-то И я даже боюсь на это смотреть Это очень страшно Но здесь, как я понял, нам капец, как придется работать с эссенциями И это плохо Да, это плохо Я не знаю уже, сколько я записываю Но по часам я уже 5 часов записываю А сколько материала, я не знаю Поэтому, что я вам хочу сказать Ну что, ребят, на этом мы сегодня с вами будем заканчивать Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал И, конечно, жмякте на колокольчик И не забудьте друзьям рассказать Ну, а с вами был Аккаки Всем еще раз спасибо за просмотр И всем покедова Субтитры сделал DimaTorzok